Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем живет Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Исключение из правил. В этом году в Самаре на крещение все-таки появятся официальные купели. Мороз спорту не помеха. Самара отметила Всероссийский день снега. От Карелии до Камчатки. Самарский художник Олег Емельянов представил уникальную коллекцию графики. Купание не запрещено. Впервые за последние несколько лет на крещение в Самаре будет организовано 8 официальных купелей. В последние годы река не промерзала так, как надо. Но на этот раз толщина льда на Волге достаточная, чтобы выдержать большое количество людей рядом с прорубью. Где можно окунуться в крещенскую ночь, расскажет Марина Матвейшина. Купание на крещение в Самаре будет проходить в нескольких местах одновременно. На Волге организуют несколько купелей. На спусках улиц Некрасовская, Маяковская, Полевая, Советская армия и 9-й просеки. От храма Георгия Победоносца пройдет крестный ход к купели на полевом спуске. Здесь будут организованы теплые раздевалки и горячий чай. Об этом позаботятся городские власти. Мы приглашали благочинного Октябрьского района, который нам подсказывал, как вот эту Иордань организовать. То есть в этой части будет организовано и все меры безопасности будут соблюдены. Здесь, насколько мы ориентируемся, конечно, это массовое будет вот именно проходить здесь. В этой части, чтобы четко организовать выход и проход людей, не организовывая, или вернее, не создавая столпотворения. Купели оборудуют деревянными ступенями и поручнями. Возле каждой официальной Иордани будут дежурить сотрудники МЧС, спасатели и медики. Все должно быть современно, конечно, удобно для людей и, безусловно, безопасно. Общественный транспорт в Крещенскую ночь будет ходить дольше обычного. Марина Матвеевшина, Артем Сулайманов, События. Водителям советуют быть осторожнее на самарских дорогах. Зима диктует свои правила. Каждый день самарские полицейские следят за тем, чтобы на пешеходных переходах, дорогах и тротуарах города не было сугробов. Особое внимание Кировскому промышленному и Советскому районам. С проверкой на Самарские улицы вышла и Алина Чемерис. Январский снегопад добавил работы и полицейским на их контроле состояния самарских улиц. По правилам, снега не должно быть на проезжей части, остановках и пешеходных переходах. Водителям советуют быть осторожнее. На заснеженном покрытии увеличивается тормозной путь автомобиля, а сугробы ограничивают видимость. В полной мере нерасчищенная проезжая часть, то есть зимнее накопление на проезжей части, у нас в первую очередь затрудняет для движения для транспортных средств, а именно у нас создаются заторовые ситуации, аварийно опасные ситуации. И обращусь к водителям, то есть соблюдайте скоростной режим и в условиях ограниченной видимости прошу быть более бдительными. Интенсивнее всего дорожным службам приходится трудиться в Кировском, Промышленном и Советском районах. Задание этого работника – расчетить улицы Калинина и Воронежскую. Зачастую, чтобы полностью освободить от снега тротуары и проезжую часть, требуется помощь и понимание горожан. Машины иногда мешают, то что на газонах ставят, много машин очень, и также вот когда чистишь, не убирают машину. То есть просим убрать машину, не убирают все. С начала года полицейские уже выписали свыше полусотни протоколов за ненадлежащее состояние дорог. Должностным лицам придется заплатить штраф до 3000 рублей, юридическим до 300. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События. Для коммунальщиков снег – это проблема, а для всех любителей зимних видов спорта – радость. Самарцы вместе со всем миром провели выходные активно, используя для здоровья. Отметили День снега. Это молодой праздник, ему всего 5 лет. Зачем он нужен, пыталась понять Лариса Шалафаст. Насладиться, ознакомиться, испытать. Под таким девизом проходит Всемирный День снега. Самара не стала исключением провести время с пользой для здоровья. На лыжной базе «Чайка» собрались сотни самарцев. Старт дан. Впереди длинная дистанция. Бегут 1200 метров. За звание лучшего соревнуются сотни спортсменов. В День снега даже сильный мороз спорту не помеха. Лыжники показывают хорошие результаты. На тренировке похоже было. Сегодня вроде нормально. А так все нравится. Погода хорошая. День снега – праздник молодой. Его очередили по инициативе Международной Федерации Лыжного Спорта 5 лет назад. С тех пор в один из выходных дней января по всему миру люди приобщаются к зимним видам спорта. Его цель – это и задача привлечения детей, молодежи, взрослого населения к занятиям зимними видами спорта. Главное, чтобы наши дети увидели замечательные зимние виды, приняли участие в эстафетах, заболели зимними видами спорта и всегда приходили на лыжню, на горки, в парки. Для тех, кто пришел отпраздновать зимний праздник всей семьей, тоже есть чем заняться. Все для спорта, все для победы. Мерзнуть спортсменам-любителям некогда. Ловкость и скорость демонстрируют в гонках на санках. Опа, заносы. Супер-супер-супер. Обратно. Молодцы. Очень нравится праздник. Весело, задорно и морозно. Отличное настроение. Сейчас еще побегаем, будет еще лучше. Для тех, кому одного дня снега оказалось мало, организаторы напоминают. Впереди еще пара месяцев зимы, поэтому весело и спортивно провести можно еще много выходных. Было бы желание. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Новый год по старому стилю стал настоящим праздником для особенных детей. Уже второй год в Самаре проводят уникальную елку. Главные гости, участники которой дети и подростки с ментальными нарушениями. Праздник, который вдохновляет на творчество и преодоление болезни, действительно может творить чудеса. Убедилась Марина Кравцова. Солнечные дети, дети-ангелы. Их называют особенными. За открытость, доброту и искренность. Они всем сердцем верят в чудо, и эти чудеса случаются. Дети с ментальными нарушениями наравне со здоровыми сверстниками танцуют, устраивают показы мод, демонстрируя одежду собственного дизайна и пошива. Это такое мероприятие, которое вдохновляет и родителей на какие-то подвиги родительские, но и детей, потому что они видят, что другие дети это умеют и стремятся стать лучше. Второй год подряд в Самаре проводят благотворительную елку для особенных детей. Маленькие артисты готовятся к ней с трепетом. Если в прошлом году нашелся лишь один танцевальный коллектив, то на этот раз нехватки талантов не было. Участниками елки стали около 350 детей. Они действительно отличаются, но это такие чистые души, чистые человечки. И сегодня Рождество как день чудес. Мы проведем праздник, проведем концерт, и каждый из них получит подарок, загадает желание, и я надеюсь, у каждого желание сбудется. «Рождение добра» – такое название выбрали для благотворительной акции. Приурочена она к празднику Рождества. А в этом году елка выпала на Новый год по старому стилю. Для каждого ребенка приготовили и необычный подарок – часы в деревянном обрамлении. Заготовка для творчества. Раскрасить их можно самыми яркими красками. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Далее коротко о других событиях дня. Самарский Роспотребнадзор объявил охоту на фанфурики. Из оборота изъяли свыше полутора тысяч бутылок. Проверены почти 400 торговых точек. Только в одном из магазинов нашли тысячи флаконов по 100 миллилитров под названием «Хлебный лосьон». Столь пристальное внимание к теме связано с трагедией в Иркутске. Там погибли 77 человек. Все они употребляли спиртосодержащую жидкость «Боярышник». Правда, позже выяснилось, что речь идет не о лечебной настойке, а о парфюмерном косметическом средстве – концентрате для ванн. Самарских пенсионеров призывают быть бдительными и не поддаваться на мошеннические схемы. В январе Пенсионный фонд России начал единовременные выплаты в размере 5000 рублей. В течение месяца деньги должны получить 43 миллиона российских граждан. В ряде городов России уже действуют мошеннические схемы, при которых неизвестные люди, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, получают от пенсионеров все их персональные данные и доступ к банковским счетам, после чего обворовывают. Пожилым гражданам напоминают – для получения выплаты не требуется заявление. Сотрудники Пенсионного фонда не ходят по квартирам, не рассылают электронных писем с просьбой перейти по сомнительной ссылке, не просят банковских данных. Выплата осуществляется автоматически. В Самаре на Волге автомобиль провалился в промоину. Инцидент произошел 14 января около спуска лейтенанта Шмидта. Спасатели, которых вызвали очевидцы, рассказывают – в машине находились люди, но они благополучно успели выбраться на лед. К спуску лейтенанта Шмидта было направлено судно на воздушной подушке «Гепард». С помощью тросов машину вытащили на берег. Суда на воздушных подушках Самары Ширяева будут заходить враждебственно. Это сделано в связи с пожеланиями граждан. Расписание меняется с 16 января 2017 года. Кроме того, с сегодняшнего дня сократится число рейсов по данному маршруту в рабочие дни с понедельника по четверг. Морозы пришли в Самару. В ночь на понедельник столбик термометра в отдельных районах опускался до минус 24 градусов. Осадков синоптики не обещают. Днем воздух прогреется до минус 10. На дорогах гололедится. Аналогичную погоду метеорологи обещают во вторник, 17 января. Природная графика. В Самаре открылась персональная выставка художника Олега Емельянова. Сейчас это только зарисовки пейзажей Карелии, Камчатки и Волжских просторов, выполненные на бумаге. Но вскоре некоторые из них могут превратиться в картины. Автор выставки и один из лучших создателей гобелена в регионе решил раскрыть самарцам секреты своей творческой кухни. На уникальной выставке побывала Алина Чемерес. Легкие штрихи на картинах переносят гостей выставки за сотни километров. Завораживающие виды Карелии, Камчатки и, конечно, Самарского края. На персональной выставке художника Олега Емельянова свыше двух десятков работ. Все это эскизы, которые автор создал за последние годы. Вдохновение, говорит, дарит природа. И рука сама выводит картины. Особенно желание творить приходит на родине, на просторах Карелии. Конечно, там край очень своеобразный, очень красивый. И самое главное, что там очень такой перепад цвета дня и ночи. Летом там белые ночи, и зимой там темные ночи. И, конечно, краски. Чистое небо, очень чистое. Там небо и море, чистая вода, камни. Все это, конечно, интересно, привлекает. Как на Камчатке они чем-то схожи. Некоторым из этих эскизов предстоит оказаться на полотне Олег Емельянов, один из ведущих мастеров гобелена в регионе. Также занимается скульптурой и резьбой по дереву. Рассказывает, на создание гобелена порой требуется до четырех месяцев. Прежде необходимо тщательно составить рисунок. На выставке художник решил показать творческую кухню, работу, которая предшествует созданию полотна. Помимо творчества Олег Емельянов занимается и общественной работой. Возглавляет региональное отделение Союза художников России. Это же не просто художник, который сидит дома и творит. И его деятельность только в том заключается, что он просто пишет картины и реализует свой талант. Когда художник является еще и председателем общественной организации, это уже немножко по-другому его характеризует. Это, помимо всего прочего, очень активная творческая жизненная позиция. Среди гостей выставки и студента Олега Емельянова. Он с 2000 года работает в Самарском институте культуры. Сейчас учит юных художников создавать гобелен. Они уже оценивают работы своего преподавателя с профессиональной точки зрения. Мне очень нравится работа моего преподавателя. Они с точки зрения именно графики очень качественные. То есть в них есть именно выдержка. То есть ты смотришь, и ничто не отвлекает тебя. Ты полностью смотришь эту картину. То есть она полностью цельная, она полностью захватывает взгляд. То есть по композиции, по цвету, по нюансам она выстроена очень гармонично. И поэтому это цепляет. Эскизы, представленные самарским посетителям, подготовка к масштабной выставке гобеленов в Москве, которая пройдет в 2018 году. Художник собирается в ней участвовать. В арт-фойе кинотеатр художественный с творчеством Олега Емельянова можно познакомиться до 31 января. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты сейчас готовят материалы. Да здравствует серое будни. В Самаре приступили к разбору главной городской елки. Ударят мотопробегом по самым суровым регионам России. Самара стала частью маршрута поход с силой. Ради чего 10 смельчаков отправились на Уралах через всю страну. Вернулись к истокам. Самарцы погуляли на фестивале «Славянская зима». На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 11 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова